Добрый вечер, в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белошева. Эхо турецкой ночи. В стране продолжаются чистки беспрецедентных масштабов. Что дальше? Террор в Казахстане. Кто атаковал Алматы? Ты. Летишь в Армении. Кто стоит за вооруженным захватом полицейского участка в Ереване? 100 вопросов к спикеру. Андрей Порубий отчитался перед журналистами. Перестрелка, убийство и захват полицейского участка. Вслед за Ницей, Анкарой и Стамбулом выстрелы зазвучали на улицах Алматы и Еревана. Кто стоит за этими беспорядками и какими последствиями они могут обладать? Все подробности выяснял Данил Русаков. С разницей почти в сутки два нападения. Оба на объекты МВД и в Армении в Казахстане мятежники устроили стрельбу возле административных зданий. Истории очень похожие, несмотря на то, что между городами 4000 километров. В воскресенье вооруженные люди напали на здание патрульно-постовой службы в Ереване. Их основное требование выпустить из-под стражи армянского оппозиционера Жерара Сифеляна. Сифеляна. Формально его обвинили в торговле оружием и месяц назад отправили в СИЗО. По сообщениям армянских властей, они уже вступили в переговоры с мятежниками. В заложниках находятся полицейские. Во время воскресного захвата один сотрудник МВД погиб, еще трое получили ранения. Те, кто засел в админздание, силовики на протяжении нескольких часов уговаривают сдаться. Но складывать оружие эти люди не спешат. Они пока что пошли только на незначительные уступки. Освобожденный полицейский сотрудник патрульно-постовой службы, которого выпустили на свободу благодаря переговорам. В настоящее время правоохранительные органы продолжают осуществлять соответствующие оперативные и превентивные меры. В нужные сроки будет предоставлена информация. На данный момент в заложниках пять полицейских. В армянской полиции также сообщили, арестованный оппозиционер в переговорах не участвует. С пометкой срочной сегодня поступили новости из Алматы. Там погибли четверо полицейских и один гражданский. Среди пострадавших как минимум восемь человек. Источники агентства Reuters сообщают, атаки совершили исламисты. Одна перестрелка произошла возле полицейского участка из здания национальной обороны, другая прямо в центре города. Один из нападающих убит. Еще одного задержали. Как передают местные СМИ, несколько проспектов в центре блокированы. Их патрулируют силовики. Все оружейные магазины закрыты. Не работают банки и некоторые торговые центры. Власти рекомендовали людям не выходить без особой надобности на улицы. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал перестрелку в Алматы террористическим актом. В городе введен наибольший красный уровень террористической опасности. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. Бывший главнокомандующий ВВС Турции признал себя виновным в организации попытки переворота. Генерал Ак-Кынастюрк был советником президента Эрдогана. Его арестовали в субботу на базе неподалеку от Анкары. В общей сложности по всей стране задержаны почти 9 тысяч человек. Более ста из них это генералы и адмиралы. Среди них генерал Адем Худути, армия которого защищает границы с Ираком, Ираном и Сирией. Отстранены от работы 30 губернаторов. Всем госслужащим запрещено уходить в ежегодный отпуск и покидать страну. Спецоперации и обыски прошли в штабе командования ВМФ и на авиабазе Инжерли, которую используют США и НАТО. В Греции сегодня предстали перед судом турецкие военные, которые сбежали в эту страну и просили там убежища. Турция продолжает требовать у США выдачи якобы идейного вдохновителя этого переворота проповедника Гюлена. Штаты риторики свои не меняют, только в обмен на веские доказательства его причастности. Эксперты предупреждают, что попытка мятежа может обернуться для Турции затяжным экономическим кризисом. С нами на прямой связи мой коллега Руслан Смещук. Он сейчас находится в Анкаре. Руслан, здравствуй. Какая обстановка в турецкой столице? Что говорят местные жители и что рекомендуют украинские дипломаты нашим туристам, которые уже находятся там или планируют провести отпуск в Турции? Наталья, начну с самых резонансных новостей. Стрельба в Анкаре сегодня возле дворца правосудия, возле здания суда, куда должны были доставить экс-руководителя, экс-начальника военно-воздушных сил Турции. Мужчина, одетый в форму из автомобиля, открыл огонь. Полиция открыла огонь в ответ и застрелила неизвестного. Вот сейчас его личность устанавливается. Кроме того, сегодня же был эвакуирован парламент Турции за угрозой теракта. На данный момент все правительственные здания охраняются автоматчиками и полицейскими броневиками. Но хочу отметить, стоит отойти всего на несколько сотен метров от правительственного квартала. И становится понятно, что в целом столица Турции живет в относительно нормальном ритме. Работает транспорт, банки, магазины. Вот сейчас мы находимся на площади Кызылай. Это центр города. И, как вы можете видеть, здесь собрались сотни, если не тысячи горожан отпраздновать победу над мятежниками. Армия напала, но люди выстояли и теперь празднуют. Очень страшный день был. Но это турецкий народ очень... Они герои, настоящие герои. Это день их победы были. Стреляли также и в Стамбуле. Там заместитель мэра района Шишли получил пулевое ранение в голову. Но связано ли это с последними событиями или нет, пока непонятно. Также были выстрелы и в Анталии. Там в аэропорту полиция застрелила мужчину, который отказался выполнить приказ об остановке. В целом же, не считая вот этих, в принципе, одиночных случаев, жизнь в стране постепенно возвращается в нормальное русло. Сегодня я общался с послом Украины в Турции. Так вот, по его словам, в принципе, жизнью украинских туристов, их безопасности ничего не угрожает. Самое главное, это держаться подальше от политических митингов, политических собраний. Потому что это первая мишень террористов. Напомню, война ведет... Турция ведет войну с ИГИЛ и с другими террористическими организациями. Поэтому бомбы тут все же периодически взрываются. Люди, которые нашли возможность, даже за обмеженных денег, купить тури, не имеют наразе предоставить, что нужно их скасовывать. Но при том, еще раз повторю, участь в массовых митингах, которые там тоже могут происходить, и поводжение поза межами готелев, конечно, должно быть просто, как говорят американцы, common sense. То есть, будьте просто внимательны и все. Это наша рекомендация. Также хочу отметить, что нужно очень осторожно подходить к новостейным сообщениям из Турции, потому что очень много фейков, нагнетающих панику, нагнетающих тревогу. Вот в течение нескольких дней была информация, что якобы мятежники захватили фрегат с высокопоставленным командующим флота. Так вот, это неправда. Были также сообщения о ведении комендантского часа, о том, что сегодня в Стамбул ввели несколько тысяч спецназовцев. В принципе, вся эта информация или не подтверждается, или очень сильно преувеличена. Поэтому, еще раз повторюсь, нужно очень аккуратно и критично подходить ко всем сообщениям из Турции. Наталья? Спасибо тебе, Руслан. Руслан Смещук о празднованиях на улицах Анкары. Несмотря на то, что сегодня в Турции опять звучали выстрелы, и угроза террористических актов все же сохраняется. Массовые аресты и возвращение смертной казни, о которой заговорили в Анкаре, беспокоят Европейские союзы США. Запад предупреждает. Под угрозой возможное членство Турции в ЕС и отношения с партнерами по НАТО. Реакция Вашингтона, Брюсселя и Берлина в материале Татьяны Ладгуновой. Европейский союз призывает Турцию уважать демократию и верховенство права и предостерегает. Чистки и расправа над оппонентами неприемлемы. Такие резкие заявления звучали сегодня в европейских столицах. Позицию официального Берлина озвучил пресс-секретарь немецкого правительства Штефен Зайберт. Он заявил, если Анкара введет смертную казнь, она может забыть о членстве в ЕС. У Германии и других стран Евросоюза очень четкая позиция по этому вопросу. Мы категорически против смертной казни. Государство, в котором разрешена смертная казнь, не может быть членом ЕС. И введение ее в Турцию будет означать прекращение переговоров о вступлении в Евросоюз. Похожие заявления звучали и в Брюсселе. Там сегодня состоялась последняя встреча министров иностранных дел стран Евросоюза перед летними каникулами. Ситуация в Турции была главной темой. Вот что говорили европейские чиновники и дипломаты. В ту трагическую ночь мы были первыми. Я была первой, кто сказал, легитимные институты должны быть защищены. Сегодня мы говорим, нужно защитить верховенство права в стране. И нет оправдания для действий и шагов в противном направлении. Мы должны следить, чтобы Турция не ввела политическую систему, которая отворачивается от демократии. В последние годы страна достигла прогресса, провела много реформ. Возвращение назад будет опасным. Не промолчал и Вашингтон. Позицию США выразил госсекретарь. Он сегодня, кстати, находится с рабочим визитом в Брюсселе. Джон Керри заявил, Анкара имеет право привлечь к ответственности виновных в организации переворота, но в рамках закона. И напомнил Турции, что она является членом НАТО. А значит, Альянс внимательно следит за всем, что происходит в стране. Джон Керри также намекнул, если демократические принципы будут нарушаться, Турция вообще может потерять членство в НАТО. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Тем временем турецкие военные будут принимать участие в международных учениях Сибриз, которые стартовали сегодня в Одессе. Какой сценарий запланировали организаторы в этом году? И как будут реагировать в случае внештатных ситуаций? Узнаем от Андрея Анастасова. Он в Одессе. В этом году Сибриз пройдет в 15 раз. Помимо организаторов, это Украина и Соединенные Штаты. В учениях примут участие 14 стран. Великобритания, Грузия, Греция, Турция, Швеция и другие. Многонациональная операция пройдет в Николаевской, Одесской областях и открытом море. Больше 4 тысяч особого склада, 26 кораблей, 21 летак и вертолит и близко 150 единиц техники на земле. По легенде учений, в вымышленной стране после стихийного бедствия и возникших экономических проблем начинаются выступления сепаратистов. Правительство обращается к мировому сообществу и на подмогу отправляется миротворческий контингент. Будут проводиться заходы изоляции морского узбережья, высадка десанта на парашютный десантный способ и захопывание важных объектов, утримание важных объектов инфраструктуры и выполнение заходов в десантном обороне узбережья. Турецкие военные на учения пока не приехали, но, как утверждает первый зам командующего ВМС Украины, они прибудут, как и было запланировано, причем в том составе, который и был заявлен. То есть попытка военного переворота не повлияла на решение Турции участвовать в маневрах. Также американское командование заявило готово к любым внештатным ситуациям. Американские корабли будут находиться здесь с мирной целью, но в то же время наш флот и личный состав будут использовать необходимые меры для самозащиты. Мы не хотим спровоцировать никакого ответа, но также намерены полностью участвовать в учениях. Учения Сибрис будут проходить две недели. Первую фазу сухопутные журналистам обещают показать в этот четверг. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Не пойман не вор. Суд Лихтенштейна разморозил счета панамской фирмы, бенефициарами которой являются судья высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов и его супруга. Об этом одному из изданий сообщили в прокуратуре страны. Сумма внушительная. 13 миллионов швейцарских франков. Финансовая разведка Лихтенштейна ранее заявляла о подозрении в отмывании этих денег. В Украине расследуют дело о незаконном обогащении. Емельянов при годовом доходе в 238 тысяч гривен задекларировал 12 квартир, 2 земельных участка и 2 дома. При этом источники издания утверждают, что счета разблокировали, потому что украинская сторона почти за год не удосужилась предоставить доказательства незаконности происхождения этих денег. В ГПУ уверяют, что проблема в украинских судах, которые дважды отменяли арест счетов. При этом 5 попыток получить у судов добро на повторный арест не увенчались успехом. Кроме того, как утверждают в ГПУ, правоохранительные органы Лихтенштейна с украинскими не сотрудничают. Если они сообщили, что у них есть основа считать, что эти деньги имеют незаконное происхождение, и, соответственно, они выяснили, что бенефициаром есть определенная человек, то на наш запит, без сомнения, они должны дать эти данные. То есть копии платежных документов, допить людей о том, кто был присутствующий при открытии этого рассчитывания, копии документов о панамской фирме. И еще о банковских счетах происхождение денег нардепа от Народного фронта Игоря Котвицкого проверяют сейчас в НАБУ. Столичный Соломенский райсуд открыл детективам НАБУ временный доступ к счетам и документам Альфа-банка и кредит-агриколь в рамках производства открытого по факту вывода из Украины 40 миллионов долларов Котвицким. Определение суда по счетам в этих двух банках официально в едином реестре судебных решений. В бюро заявили, что законность появления у депутата этих 40 миллионов не подтверждена, а НАБУ не провел должную проверку при разрешении на вывод такой гигантской суммы из страны. Уголовное производство против Котвицкого открыли в сентябре прошлого года сразу по нескольким статьям. Это отмывание преступных доходов, незаконное обогащение и небрежное хранение оружия и боеприпасов. Я напомню, по данным детективов, в марте прошлого года Котвицкий свои миллионы не декларировал. Однако уже в августе эти средства внезапно оказались в его декларации о доходах. Тогда нардеп заявил, что просто исправил ошибку, которую допустил его бухгалтер. И я также напомню, что НАБУ расследует сговор между должностными лицами НБУ и несколькими офшорными компаниями, которые перечислили эти 40 миллионов долларов. По чему по им для народа Киев заполонили люди в синих футболках так называемого духовного центра возрождения. Они подходят к прохожим на улицах с безобидными на первый взгляд вопросами и приглашают на свои встречи, где в многотысячных столичных залах лидер этой организации Владимир Мунтян якобы исцеляет от рака и дарит новую жизнь. Однако эксперты называют возрождение тоталитарной сектой, основатель которой вымогает деньги и недвижимость. Сам Мунтян, который провозгласил себя апостолом, по данным полиции, до создания этой секты, был судим за кражу и мошенничество и отсидел три года в Криворожской колонии. Тем не менее, секта так называемого апостола Мунтяна притягивает новых жертв. На недавних сборах побывали даже украинские политики. На этом видео, которое появилось в интернете, вице-спикер парламента Оксана Сыроид и лидер самопомощи в Киевсовете Сергей Гусовский в кампании скандального пастора на сцене. Около 20 минут они говорят о политике и Боге. Потому что мы все ходим под Богом. Я хочу, чтобы мы с вами объединяли усилия для того, чтобы принести Бога в политику. Мы верим, что Бог посетит Украину. Закричи Аминь! Аминь! Что на самом деле стоит за призывами к святости и сколько стоит духовность, сюжет о деятельности Центра Возрождения смотрите завтра в эксклюзивном расследовании журналистов подробностей. Почему Рада ушла на каникулы аж до сентября? Ожидать ли осенью внеочередные выборы? Как руководство парламента борется с нардепами-прогульщиками? И вхож ли спикер в так называемую тайную комнату? На эти и другие вопросы журналистов сегодня отвечал Андрей Порубий. Председателя Верховной Рады слушала Ирина Романова. Отправив парламент на каникулы, спикер решил действовать как президент и премьер. По случаю первых 100 дней тоже организовал масштабную пресс-конференцию. Пригласил полторы сотни журналистов, в том числе и региональных. Перечисляя достижения, Андрей Порубий резюмирует. Рада работала эффективно. А как же кнопкодавство и массовая прогула нардепов интересуются журналисты? Это вырахование заработной платы. Верховная Рада экономила полтора миллиона гривен. Я понимаю, что для многих депутатов, потому что есть и такие, эти деньги не имеют никакого значения. Журналисты напоминают, закрывая сессию, Порубий пообещал, нардепы с ненужно смогут собраться на внеочередное заседание еще до 6 сентября. Что же должно произойти, чтобы отозвать их с каникул? Если будет активизация боевых действий на Сходе, мы очень быстро наголошим. Очень быстро. Не только собираем 150 голосов, а собираем 226 для работы в зале. И хоть тут ни в кого не будет никакого сомнения. Депутаты мобилизованы, все пребывают близки в отдаленности, и мы сможем быстро забраться. Вопросы не заканчиваются. Изменения в Конституцию, выборы на Донбассе, защита прав переселенцев, добыча интеря, законопроект о разблокировании денег окружения Януковича. Спикер еле успевает отвечать. Услышав раскаты грома, с надеждой интересуется. Но не тут-то было. Следующий вопрос не заставил себя ждать. Будут ли осенью внеочередные выборы? Дочасных выборов не будет. Будет эффективная работа украинского парламенту. Мы знаем, что в Украине уже давно существует закрытая комната, где решаются важные вопросы в государстве. Чи вы также вошли сейчас в стратегическую субьку? Инколи немного с иронией слушаю про какой-то мифологизированный орган, который где-то там собирается и все решает. Потому что почти каждая Рада пребывает в другой численности и в другом формате. Инколи есть и в таком, про который вы говорите. О существовании самой закрытой комнаты – ни слова. Спустя два часа спикер закругляется, а уходя уверяет, до сентября отдохнувшие за положенные по закону 45 дней отпуска нардепы найдут общий язык. И осенью работа Рады станет еще эффективней. Ирина Романова, Иван Ермаков. Подробности. Телеканал Интер. И к результатам промежуточных выборов в Верховную Раду. В ЦИК уже обработали более 80% протоколов. Подсчет в шести округах подходит к концу. Только лишь в округе 114 в Луганской области процесс застопорился. Там не обработали даже и 10% бюллетеней из-за разноглазия между членами местного окружкома. Предварительные данные таковы. В Днепропетровской и Черниговской областях лидируют депутаты-самовыдвиженцы. В Волынской и Ивано-Франковской – кандидатуры от партии «Укроп». На округах в Полтавской и Херсонской областях пока проходят кандидаты от «Батькивщины». В ходе голосования наблюдателями было зафиксировано немало нарушений, хотя, по словам общественных активистов, несмотря на все это, процесс волеизъявления все же можно считать состоявшимся. Активность правоохранных органов не смогла остановить деятельность кандидатов относительно реализации разнообразных технологий, которые связаны и с подкопом выборцев. Сберегает свою актуальность проблема с обеспечением административных ресурсов. Иначе расценивают довыборы в Верховную Раду в оппозиционном блоке. На сайте этой политсилы опубликовано официальное заявление партии. В нем говорится о том, что, цитирую, промежуточные выборы, как и прошлогодние местные, превратились из демократического волеизъявления в соревнования провластных кандидатов по скупке голосов. Поле для политической коррупции, фальсификации и грязных технологий. Низкая явка на выборах показала, что люди не доверяют этой власти, Верховной Раде, и не верят в перемены к лучшему. Конец цитаты. В оппозиционном блоке заявляют также, что выход из нынешнего кризиса они видят в полной перезагрузке парламента, создании эффективного большинства и профессионализации власти. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Ловушка для полицейских. Кто устроил засаду и расстрелял правоохранителей в американской Луизиане? Теракт в Ницце. Почему французского премьера освистали на английской набережной? Все реки стоят. В чем причина массовой гибели рыбы в украинских веках? Америка еще не отошла от далласских событий, а на улицах снова пролилась кровь. На этот раз в Луизиане. Три полицейских погибли, еще трое сейчас в больнице. Кто и почему открыл огонь по правоохранителям? Разбиралась наш американский спецкор Юлия Мендель. Вторые выходные подряд президент Обама готовит речь, чтобы поддержать нацию. В прошлый уикенд для этого он должен был покинуть Варшавский саммит. В этот раз прямо в воскресенье он выходит к камерам и призывает нацию к единению. Причем повод для этого один и тот же. Расстрелы полицейских. Ровно через 10 дней после далласской трагедии в Луизиане троих полицейских убили еще трое стражей порядка с огнестрельными ранениями в больнице. Смерть этих троих смелых полицейских еще раз демонстрирует ту опасность, с которой стражи порядка сталкиваются каждый день. И нападение на полицию это атака на всех нас. Новая трагедия произошла накануне утром в городке Батон-Руж. Напомню, именно там 7 июля полицейский застрелил Чернокожего. После Америку потрясли массовые протесты афроамериканцев против насилия полицейских. А после того случая полицейские Батон-Ружа стали получать угрозы. Последние убийства, по всей видимости, были тщательно срежиссированы. Нам в отдел позвонили и сообщили, что там был парень с оружием. Он нес винтовку, разгуливая именно по конкретной территории. Офицеры Батон-Ружа увидели его возле магазина. Он был одет во все черное. Стрельбу Гевин Лонг из Канзас-Сити устроил в день своего 29-летия. Как показало расследование, за последний год у молодого афроамериканца было очень много изменений в жизни. Он развелся с женой, записался в националистические организации и даже поменял имя на космос и Тепендра. Ранее Лонг 5 лет служил в американском флоте и 7 лет воевал в Ираке. Подобные биографические данные и у даловского стрелка. Кстати, во время той трагедии Лонг тоже был в Далласе. И как сознавался сам, случайно. Там же он записал это видео. 100% революции были успешны, когда угнетенные боролись с угнетателями, пускали кровь. Демонстрациями успеха не достичь. Это никогда не работало и никогда не будет работать. Лонг, убивший троих полицейских и ранивший еще троих, был убит в перестрелке. А в другом штате, в Мэриленде, прошли протесты, в которых было арестовано 65 афроамериканцев. Протесты были против полицейского насилия, потому что в городе Балтимор там должен получить приговор страж порядка, который в 2015 году убил Чернокожего. Подобные протесты прошли и в Кливленде, в штате Огайо, где на этой неделе ужесточены меры безопасности. Там сегодня начинается конвенция республиканцев, которые на этой неделе должны определиться с кандидатом от своей партии на пост президента. Юлия Мендель, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер. Во Франции стали известны новые детали о личности виновника трагедии в Ницце. Прокурор Парижа Франсуа Мулен только что на пресс-конференции сообщил о том, что 31-летний Мухаммед Булель последние месяцы активно посещал веб-сайты исламского государства и других радикальных исламистских групп, а также изучал истории предыдущих терактов в Европе и Штатах. Что сейчас происходит в Ницце, мы узнаем у моего коллеги Алексея Пшемыского. Он с нами на связи. Алексей, здравствуй. Расскажи, что сейчас на улицах Ниццы происходит? Насколько там безопасно? Добрый вечер. Расскажу, что сегодня по всей Франции прошла минута молчания в память о погибших в этой ужасной трагедии в Ницце. Президент Франсуа Ланд вместе с другими политиками и чиновниками возложили цветы в Париже и почтили память о тех, кто погиб в ходе этих ужасных событий. Здесь, в Ницце, на английской набережной, где мы сейчас находимся, также собралось очень много людей. Они возлагали цветы, многие не могли сдержать слез. Скажу, что, думаю, собралось больше 10 тысяч человек. И вот уже по окончанию минуты молчания практически все, кто был здесь, начали очень громко аплодировать спасателям, которые как раз проходили мимо толпы. Потому что именно они первыми оказались на месте этих событий и оказывали людям помощь. Но вот когда здесь же, на английской набережной, появился премьер-министр Франции Мануэль Бальца и другие политики, тон людей резко поменялся, их начали освистывать и очень громко кричать «Отставка!». Давайте послушаем. О настроениях людей здесь в Ницце лучше всего говорит то, что мы сейчас вот только что буквально увидели на английской набережной. Если вчера здесь были только цветы, то сегодня, вот посмотрите, здесь огромная куча мусора. И немного ниже там надпись «Лаш», что по-французски означает «Хватит». Многие, кто здесь проходит, бросают сюда мусор, а многие даже плюют. И таким образом, пытаясь выразить свое недовольство действиями властей, по мнению людей, именно власти не обеспечили достаточную безопасность, поскольку в момент, когда здесь, на английской набережной, находились 30 тысяч человек, их охраняли всего лишь 60 полицейских. Случившимся есть вина и правительство, потому что они не обеспечили нам безопасность. Это не закончится никогда. Что они сделали, чтобы мы чувствовали себя в безопасности? Каждые шесть месяцев теперь нам придется оплакивать новые жертвы? Сегодня Ницца, до этого Париж. Добавлю, что французские правоохранители пока что не продвинулись в расследовании того, все же был ли связан виновник трагедии Мухаммед Балель с радикальными исламистами. Сегодня в штаб антитеррористических операций под Парижем доставили двоих вчера задержанных. Но вот кто это, пока что неизвестно. Напомню, что всего задержаны семеро человек, возможных его сообщников. Но вот как сообщил министр внутренних дел Франции, установить точно, связан ли он был с ИГИЛ или с какими-то другими террористами, на данный момент не удается. Мы должны установить, есть ли связь между человеком, совершившим это бесчеловечное нападение, и террористическими организациями. Пока что мы их не нашли. Однако расследование продвигается, и могу сказать, что то, как был осуществлен этот теракт, полностью соответствует призывам, звучащим от ИГИЛ. Ну и добавлю, что сегодня здесь, в Ницце, и на Английской набережной, где мы сейчас находимся, и по всему городу усиленные меры безопасности. Очень много полицейских, а также военных, которые патрулируют улицы с оружием. Добавлю, что французская полиция уже объявила набор резервистов, которые хотят нести службу для охраны общественного порядка. И также сообщили, что дополнительно 3000 полицейских будут размещены в прибрежных городах, и также во всех местах, где будут проходить какие-либо большие общественные мероприятия. Ну, на данный момент это вся информация. Мы остаёмся здесь и будем дальше следить. Студия. Спасибо, Лёша. Алексей Пшемысский был с нами на связи из Ниццы. Платить за коммуналку в два, в три раза меньше, но через несколько лет. Премьер Владимир Гройсман считает, что это реально. Рецепт его экономии – энергоэффективность. Об этом глава правительства заявил во время встречи с мэрами украинских городов. А вот как Гройсман прокомментировал обращение местных советов о недопустимости увеличения тарифов. Вы можете оставить цены, которые вы считаете необходимыми. Вот разница цены в газе вы можете компенсировать своих властных бюджетов. Но через несколько лет, я думаю, что вы будете на меже банкротства. Потому что неможливо продавать то, что стоит 1 гривен за 20 копеек. И наше завдание сегодня – при рынковых ценах – забезпечить эффективный социальный защит. Соломинский суд столицы четвертый день избирает меру пресечения замдиректору одесского припортового Николаю Щурикову. Его и первого замглавы правления НАК «Нафтогаза» Сергея Перелому, который одновременно возглавляет наблюдательный совет ОПЗ, я напомню, задержали в четверг. Их подозревают в хищении более 200 миллионов гривен. Решение по переломе суд вынес накануне. Он под арестом до 9 сентября, но может выйти под залог в 80 миллионов гривен. По Щурикову решение суд так и не принял. Его пришлось отпустить, поскольку срок задержания – 72 часа – истек. Сегодня он сам пришел в суд. Адвокаты Щурикова требовали отвода судьи, которого подозревают в сговоре с детективами НАБУ. По информации защиты, вчерашнее решение суда по переломе появилось на сайте бюро раньше, чем судья огласил его в зале заседания. Судья зашел без 20.11 в зал. На сайте НАБУ это решение было оглашено в 10.00. Таким образом, судья нарушил основной принцип – таинство на рачей кимнате. Я не могу сказать, что я сменил ваш консервирование. В отводе судьи было отказано. В перерыве между заседаниями Щуриков обвинил губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в попытке заработать на Одесском припортовом. По мнению Щурикова, Саакашвили был заинтересован в назначении нового руководителя ОПЗ. Он губернатор Одесской области. В случае атака была на директора завода. И в случае смещения директора завода он был бы непосредственным участником назначения нового руководства ОПЗ. ОПЗ – это, наверное, лаковый кусок, который бы интересно было ему осваивать. Впрочем, меру пресечения Николая Щурикова сегодня снова не избрали. Заседание перенесли на завтра. Все реки стоят. В украинских водоемах массово гибнет рыба, а местами вода даже окрашена в кроваво-красный. Что это? Последствия жары или же сброс химикатов? О ситуации в Киевской и Днепропетровской областях расскажут мои коллеги. Ядовито-красная вода и дохлая рыба. Так выглядела еще несколько дней назад река Стугна в городе Васильков. Вот что рассказывает местный житель, который заметил. Река изменила свой цвет. Подбежал к дамбе, спускаюсь вниз, снимаю, а там рыба дохнет. И красное пятно, которое вот здесь вот развивалось ручьем, превращалось в большое-большое озеро. Он сразу же побежал к пляжу, где всего в 100 метрах от красной воды купались дети. А уже потом вызвал полицию, мэра и всевозможные экологические инстанции. Рыба сдохла столько, что люди внизу по течению собирали ее ведрами. Я говорю, люди добрые, вы выкиньте эту рыбу, она отравлена, ацетоном воняет. По словам очевидца, именно этот завод стал причиной отравления реки. С той стороны было видно, что территория этого предприятия вытекает и красной рекой все течет. Однако ни журналистов, ни полицию сюда не пустил. Завод «Ацелот» производит лодочную краску. Охрана на территорию никого не пускает. Чем вообще тут вы занимаетесь? Ни чем. Туда пустили только правоохранители с экологами. Им удалось взять материалы для экспертизы. После проведения экспертизы, они сравнивают эти срезки с этими срезками, которые взяли в речи. Если они будут совпадать, тогда мы можем говорить, что именно это предприятие стало причиной для того, чтобы забруднить эту речку. В мэрии успокаивают, все под контролем. А правоохранители ждут результатов экспертизы Госпотребстандарта. И если пробы совпадут, руководителям предприятия грозит лишение свободы до пяти лет за загрязнение окружающей среды. Сейчас река визуально чистая, красных пятен в воде не осталось. Но подобные выбросы не проходят бесследно. Похожая проблема существует не только в Киевской области, но и по всей Украине. Вот, например, Днепропетровская область. Центральный городской пляж Каменского. Берег и вода на все поле зрения завалены дохлой рыбой. Плескаться среди бычков и судака, которые плавают вокруг брюхом вверх, отваживаются немногие. Пятилетний Артем осмелился зайти по колено, но тут же стал звать бабушку, забрать его из воды. Я увидел дохлых рыб, и я их очень сильно боялся. Кто с самого утра вынужден ходить среди дохлой рыбы и не обращать внимания на неприятный запах, так это местные коммунальщики. Их пригнали собирать рыбу, как только начался мор. Ольга Ивановна говорит, уже вынесли пять огромных мешков. И это только начало. Есть линии полторы тонны где-то. В килограммах это не измеряется. Экологи считают, всему виной сильная жара и полный штиль на Днепре. В Каменском управлении экологии, правда, не исключают и других факторов. Результатов анализов ждут к концу недели. Это официально. Неофициально же узнать причины бедствия можно будет уже завтра. В области прогнозируют похолодание. Если рыба перестанет дохнуть, значит, виной всему действительно была жара. Не так давно экологическое бедствие было и в Черниговской области. В реке Остер погибла вся живность и даже лягушки. Анализы экологов показали, причиной стала жаркая погода. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов, Олег Решетняк и Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. В Донецкой области на КПП Гнутова пограничники задержали двоих мужчин, которых подозревают в сотрудничестве с террористической ДНР. Два брата выезжали из Украины на временно неподконтрольную территорию, а на заднем сидении своего Мерседеса они прятали 200 патронов и военную форму, которую носят боевики. Сейчас задержанные дают показания в полиции. За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный. Еще пятеро получили ранения. В Марьинке были ранены двое мирных жителей. Боевики активно используют тяжелую артиллерию, а в районе Новоселовки применили даже грады. Все подробности узнаем от Вениамина Трубачева. Это линия фронта. По грунтовке нужно ехать максимально внимательно. Здесь часто минируют дороги вражеские диверсанты. Минируют приемками, то есть противотанковыми минами, которые ставят. Бывают вот здесь заросли, которые между полосами и полосами. Боец с позывным «Скорпион» показывает новые воронки. Смертоносные осколки от вражеских мин разлетелись по полю рядом с позициями украинских солдат. Бывают и руки, и ноги отбивают, перебивают, перерезывают. То, что это каленый металл, он разлетается очень хорошо. И беды много наделывает, это точно. Одна из мин боевиков попала прямо в электроопору. Взрывной волной оборвала провода. Несколько сел остались без света. Здесь находятся позиции украинских военных. С противоположной стороны укрепление боевиков. И вот последствия очередного обстрела. Несколько мин попали на это поле, и оно полностью выгорело. Боевики пустили в ход из системы залпового огня. Стреляли из переносной реактивной установки «Партизан». Эти снаряды уничтожают все вокруг в радиусе нескольких десятков метров. Это было безусредо по позициям. Это было 6 прилетов, 6 ракет. Это та оружие, что была на оружии в подразделе специального признащения в свой час в Российской, в Радянской армии. И сейчас она есть и у представителей ДНР, ЛНР. Все осколки снарядов украинские военные передали международным наблюдателям. Бойцы грустно шутят. У них этого добра хватает. Ночью еще прилетит. Это с миномета стреляли. Василек миномет, 82-я, минокалибр. Был перелет. И там в посадку еще упало, там пару деревьев завалило. Боевики используют хитрую тактику. Устанавливают минометы на автомобили и ведут огонь из жилых кварталов. Кочующий миномет на какую-то машину, на какую-то БТР приварили. Подъехали на позицию. Три-четыре мины бросили, сменили. Три-четыре мины бросили, сменили. Очень быстро это все делается. Ответить на такие обстрелы военным нечем. Минометов и тяжелой артиллерии на передовой у украинских солдат нет. Вениамин Трубачев, Даниэль Косаковский, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Неизвестный беспилотник в небе Израиля. Военные выясняют, кому он принадлежал. А спецкомиссия разбирается, почему промазала продвинутое ПВО еврейского государства. С подробностями Сергей Ауслендер. Вот типичный заголовок сегодняшних израильских газет. Здесь написано «Бардак с беспилотником». История и правда выглядит не очень. Накануне системы раннего оповещения на севере страны засекли неопознанный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство Израиля. Чуть позже по нему были выпущены две ракеты «Патриот», но в цель они не попали. Более того, осколки ракет ранили девочку-туристку и вызвали сильный пожар в лесу. Еще позже поднятый по тревоге в воздух истребитель F-16 атаковал аппарат ракетами и тоже промахнулся. В итоге беспилотник беспрепятственно вернулся в Сирию. История эта в итоге наделала очень много шума. Стали говорить о том, что израильское ПВО не такая уж и непроницаемая, как принято считать. А экспертов сильно интересует вопрос, как же так получилось, что тремя ракетами не смогли поразить достаточно примитивную цель. Если есть опасность, то готовят ответ по опасностям. Поэтому то, что ракета «Патриот», которая готова сбыть баллистические ракеты из самолета противника, не может работать над такой маленькой и может быть совершенно нескоростной целью, то это однозначно. Впрочем, общественность не успокаивается. Все спрашивают, зачем же мы платим такие бешеные налоги на армию, если она не в состоянии сбить беспилотника. Что же будет во время войны, когда Хизбалла грозится выпускать по 300 ракет в день. Причем израильское ПВО считается многослойной. Теоретически она способна сбивать любые воздушные цели от баллистических ракет в стратосфере и до минометных снарядов. Что случилось в этот раз, сейчас будет выяснять специальная комиссия. А общественность волнует еще один вопрос, а чей собственно это был беспилотник, известно, что на вооружении сирийской армии, на вооружении повстанцев или ИГИЛ таких нет. Зато такие есть у Хизбаллы и у российской армии, у российского контингента, который находится в Сирии. По этому поводу израильское командование даже направило россиянам специальный запрос. Сергей Услендер, подробности телеканал Интер, Израиль. Очаровательный хам, как Борис Джонсон впервые в свет вышел, вернее в Брюссель съездил. Тепло ли приняли врага Европы в самом ее сердце, знает наш британский Сапкор Оксана Кундеренко. Главный евроскептик Британии отправился в Европу очаровывать своих коллег, которых раньше последними словами обзывал. Сравнивал с Гитлером, оклеветал перед гражданами Великобритании, что многие сочли возмутительным. Поэтому первый визит Бориса Джонсона в роли дипломата – тест на стойкость. По слухам, Тереза Мэй строго-настрого запретила ему отпускать шуточки в адрес мировых лидеров. Говорят, премьер вообще держит его на коротком поводке. И вот результат – никакой самодеятельности, только дипломатичные формулировки. Я попытаюсь донести до наших друзей в Евросовете, что воля народа выйти из ЕС не означает, что Британия покидает Европу. Мы не оставим их и не откажемся от нашей роли лидера в сотрудничестве во всех сферах. Он отужинал с Федерикой Маггерини, пообщался с зубром американской дипломатии Джоном Керри. США, к слову, намерены до конца года заключить свое собственное соглашение о свободной торговле с ЕС. И тем самым смягчить негативные последствия Брекзита. Мы обсудили экономические отношения США и ЕС и поставили амбициозную цель подписать договор уже до конца нынешнего года. Для администрации Барака Обамы это первоочередная задача. Повестка дня была насыщенной и в общем боре свой первый дипэкзамен выдержал. До сих пор все здесь, в Соединенном Королевстве, да и во всем мире, недоумевают. Как могла новая премьер назначить в свой кабинет на такую важную должность, такого эпатажного человека, да еще и оппонента. Но, как говорится, врагов нужно держать поближе. Может, Тереза Мэй просто ждет, что Борис Джонсон сам оступится, и тогда его политической карьере точно придет конец. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Наш сайт подробностей. Юэй и информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова